Здравствуйте, друзья! Начинаю с вами новую серию. Это серия Le Verbe. Готовлю её для онлайн-курсов, но думаю, что она будет полезна всем. Начинаем с глаголов с особенностями. Это глагол первый «manger». То есть это все глаголы первой группы, которые заканчиваются на «g». Потому что у них есть небольшая такая особенность при «жении». Давайте посмотрим. Выбрала я глагол «télécharger». Это глагол «скачивать-закачивать». Поскольку этот глагол достаточно необычный, везде в интернете именно глагол «manger». Так что я решила быть оригинальной и дать вам еще какую-то возможность выучить новое слово, если вы его еще не знаете. Так вот, Le Verbe télécharger. В инфинитиве заканчивается на «g». То есть это наш клиент, с которым мы сейчас и будем работать. Во всех формах он обычно спрягается, как и любой другой глагол первой группы. А вот здесь у нас есть особенность «e». Давайте сначала прочтем все, и потом я объясню, почему эта особенность у нас есть здесь. Давайте еще раз прочтем, вы повторяете за мной. «Je télécharge», «tu télécharge», «il, elle, on télécharge», «nous téléchargeons», «vous téléchargez», «il, elle, télécharge». И давайте теперь посмотрим, почему здесь «e». «e» здесь стоит «потому что, если бы ее не было, мы бы читали как «телешаргон». «Телешаргон». То есть она сама по себе не произносится, но влияет на то, как произносится «ge», которое перед ней стоит. Так вот, не только в призане мы можем встретить такую ситуацию, то есть когда у нас после «ge» идет какое-то окончание, которое влияло бы на эту «ge», и она читалась бы как «ge», и во всех вот этих временах у нас будет именно это «e» появляться. Их немного. Первое – это «imparfait». И смотрите, тут получается, что она везде в башмаке, это «e», а в форме «ну» и «o» ее нет, потому что окончания «i», «e», «ness», и «i», «ez» никак не влияют на произношение этого «ge». «Téléchargeons», то есть глагол узнаваем, мы его оставляем как есть, а вот здесь наоборот, мы должны добавить «e». Давайте прочтем. «Imparfait». «Je téléchargeai», «tu téléchargeai», «il», «elle», «on téléchargeai», «nous téléchargeons», «vous téléchargeai», «elle», «il», «telechargeai». И еще раз. «Je téléchargeai», «tu téléchargeai», «il», «elle», «on téléchargeai», «nous téléchargeons», «vous téléchargeai», «il», «elle dankierei». Обращаю ваше внимание, что само ее никак не читается, но она помогает нам не деформировать глагол на произношении. То есть если бы её не было, мы бы должны были читать «Je t'ai le chargé». И некоторые эту идею в голове держат, и даже они доходят до того, что и в «нуеву» они ставят эту «e». Но тут надо понимать, мы пользуемся правилом, что если «ge» остаётся «ge», а «ge» у нас читается как «ge», если дальше «i» идёт, или «e», или «y», то мы ничего не меняем, не нужны нам лишних сложностей. А вот здесь наоборот, добавим её. Ещё одно время, которым пользуемся нечасто, в «passez simple». Давайте посмотрим вот наше окончание. Ещё раз повторим. В принципе, всё. Это «e» помогает нам читать глагол, как он и читается. Я думаю, что вы его произнесли бы всегда правильно. А вот когда пишем, возникает вот такая вот небольшая особенность. Желаю дальше, скоро будут другие глаголы. Au revoir. Субтитры подогнал «Симон»